Снова здравствуйте, и это тот обещанный обзор пустых, ну почти пустых, одна не совсем пустая, одна совсем не совсем, совсем не пустая, баночек и коробочек хапчика, кушанья, еды, жертвы продуктов. В общем, если вам это интересно, а кто-то меня просил там снимать почаще, что я покупаюсь и похавать, то оставайтесь со мной, если не интересно, валите на улицу, там ветер и холодно. Но зато солнышко. Возможно, у вас за окном ни ветер и ни холодно, и возможно даже не солнышко, но все равно валите куда-нибудь, валите, 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 берегите ваши нервы. Хотя, если вам жизненно необходимо попиваться с желчью в каментах, то welcome to hell. В общем, приступим. У меня было как-то это, что-то, короче, мне захотелось вкусненького. Не то, чтобы вкусненького, знаю, обычно приходите в магазин, и я даже сейчас сказала, знаешь, знаешь, каждому из вас я обращаюсь на ты. Каждому персонально из своих зрителей, многочисленных подписчиков мимо крокодящих, случайно зашедших, тоже самое, что мимо крокодящих. Хейтеров, не хейтеров, фанатов, не фанатов, так, короче, каждому из вас спрашиваю, знаешь, заходишь в магазин, и надо хочется чего-то вкусненького. Обычно я покупаю какую-нибудь вкусняшку или фруктику. А тут, ну, сладенькое такое, а тут что-то мне на сладенькое не тянуло, и, в общем, я купила там, в общем, у меня тут пакетик из-под чая. Я давно на нее смотрела. Это у нас в Утиксе продается, оно по скидке было, два в цене одного, еще что-то. Тут тоже было по скидке, 69 рублей с копейками. Вот этот вот. Но они так сказочно написали, там, конечно, пленочка была, пленочка у меня уже утилизировалась. На пленочке было написано рисовые макароны. На чеке и на ценнике было написано рис с макаронами. Чем они читали? Ну, благословит их оралу, опять же. В общем, там была написана инструкция по применению, что вот сюда вот это закидываются макарошки рисовые, потом это вся приправа, бульон какой-то сушкованный, еще какое-то масло, не масло, заливается все это горячим, бурлячим кипятком. Ну, кипяток, он и есть горячий, да, оксюмарон? Короче говоря, масло, масло, оно заливается горячей водой, закрывается на 3 минуты, мешается и жрется. Там еще была такая пластиковая вилочка, сложенная в 2 раза. Я не сразу поняла, что с ней делать, что это такое, почему она такая коротенькая, когда у нас она вот так раскладывается и на кнопочку закрывается с двух сторон, чтобы быть прямой. Ну, я поняла потом, почему эта тройная вилочка, такая вот вилочка с тремя лапами, такая куриная лапа, 3 палочки, там положено, потому что обычно вилка это не подцепит, эти длинные макарошки широкие. Ну, в общем, все бы ничего, там был имбирь. Фиг с ним, что там куча химии была, как он там, Е666 и прочее, но там был имбирь. Я его с лимоном, медом, залитым кипятком могу понять, иногда в чай я как добавка какая-нибудь могу понять, но так, в общем, я там чуть тисла мне, ладно, чуть коньки не откинула. Чуть не хлопнула, с ними пришлось мне ночью заходить для холодильника, доставать альмагель и дерябить ложку такую пластиковую, которая там вставлена. Короче говоря, интересная такая фигня, если вы любите острое, иногда хочется химии, то советую. Я так поняла, что, наверное, раз оно было по скидке, то конкретно ее цена рублей 50, этой баночки. Но я не риснула в эту коробочку, мне что-то так подумалось, что вот здесь-то может она и такая вот конкретная, толстенькая, но вот здесь-то нет. В общем, я потом, может, попробую в нее воды налить, посмотрю, потечет из нее что или нет. Но вот даже вот так вот на просвет смотреть, то там она как-то неплотно прилегает. Короче, я все переложила в мишку и зафигачила водой. Ну и потом захавала. Там коту немножко дала, потому что он усиленно туда морру свою сувал. Он внезапно проникся этой острой хренью. В общем, один раз попробовала, вряд ли еще раз эту хрень куплю. Но опять же, если вам нравится острое, иногда хочется химии, то почему бы и да. Так, я пытаюсь ее закрыть тут. Эх, блин, не закрою. Не закрою, не закрою, не закрою. Ну и просто. Потом я купила, там еще у меня были водоросли, но я благополучно их захавала и коробочку что-то пакетик мне оставила. Как-то я не подумала, что это можно обозрить. И еще вот эта фигня. На нее давно смотрела. Там, в общем, это роски фасоли, мунг, рассоли. Там были роски фасоли, такой странненький, похожий на фасоль. И вот это вот. Я что-то так подумала, эту фасоль, она крепкая, жевать придется. Это тоже жевать придется. В общем, оно, хоть и написано, что рассол, вода, сахар, соль, скобочков соль на целых 64% осоток, уксус, антиоксидант, аскорбиновая кислота, но, по-моему, это надо посолить. Я не знаю, как я вообще-то, надо как-то это доесть. Я сегодня хочу купить курицу грим в нашей пятерке. Скоро туда повыряются эти очень хорошие курицы грим. Я не знаю, может, там какие-то есть приправы, но я их не чувствую. Я ее ем, и мне от нее ни холодно, ни жарко. В смысле, помирать я от нее не хочу. Вот сейчас я буду сморгаться, потому что вчера у нас был сильный ветер, и наш японист мне посоветовал это, типа, не заболей. Он, наверное, пророк, потому что я сегодня так полдня дико чихаю. Но я, вроде, говорю не в ног при этом. Но насморк слегка появился. В общем, дело-то у нас, счастье, аж в апреле прошлого года, 26 апреля, я зеваю, я выспалась, извиняюсь, но я все равно зеваю. Может, потому что холодно, потому что такой ветер был. Я вот даже с лидерой сижу. И в августе, в этом апреле, точнее, следующего года, оно закончится. Тау-Тау, фирма. Ну, у меня стоит в холодильнике. В общем, короче говоря, вот это, 280 грамм нет-то, и масса нет-то осушенных, цитата. 107 грамм. Ну, это то, что попало в это и в дико серии. Что-то я не помню, 100 с чем-то оно стоило. 104, 110. Блин, до дня узнает, на какую хрень я деньги трачу. Мои деньги, но все равно, в общем, будут ругаться, если вдруг узнает, что я такую хрень покупаю. Ну, попробовать очень хотелось, я не знаю, хоть посмотреть, наверное, в интернете, с чем это жрут и дохавать. В общем, вот такая фигня. Если вы тоже фанат какой-нибудь там азиатской кухни, или хочешь такой непонятной чего, или не то, чтобы фанат, но иногда хочется, то я вам такую хрень советую. То у меня пакетик еще была коробочка. Раньше, ну, где-то, может, в 2011-2012 году, когда я еще переучилась в Кульке, в знакомую дурологию в Ярике, я как-то там на рынке в Ярославле, в районе чайного отдела, накупила кучу чаев. Лучше вам не знать, насколько я накупила, потому что я не помню, но что-то до хрена денег и срадила. Ну, и чаев тоже накупила. Я купила себе базирур, лур, помню, он был такой черный с ресничками, там у меня много было всякого базирура. Средний листовой, я очень люблю средний листовой чай черный, и почему он и понравился, я потом, помню, его везде периодически искала. Но на нем тогда не было написано, как вот на той коробочке от этого пакетика, что это марка Магнита, и что вот это сделано в Шри-Ланке. Извиняюсь, запаковано тоже в Шри-Ланке. Тут меня вспоминать, я икаю. И вам того же вспоминающая. Так, ну и вот тут такой пакетик был. Такой я покупала еще, помню, чай тогда на рынке, не было на нем печати, что это из Магнита. В этот раз я купила Магнита, кажется, по скидке 89 или 87 рублей, что-то такое, 100 грамм. Средний листовой. Хороший чай. Вот 2 чайных ложки на чайник долбишь. Он как-то... Или надо дольше ждать, пока он заваривается. Вот когда 3 чайных ложки иногда с горкой, нафигащишь такой хороший, крепкий черный чай. Моя родня считает, что он неплохой, поэтому я вам его советую. Цель его. По скидке, не по скидке. И тут у меня остается, я подозреваю, это частично видно, тут у меня 3 коробочки. Вообще была еще пастила, но пастилу я потом принесла тете, потому что я знаю, что она ее хотела попробовать. Ну, я ждала его гостя, говорю, только к ней пришла. Пастила, коробочки у меня нет. Сразу скажу, пастила беревская. Как-то я ее купила, спинка Димы, приятель мой, полусетевой, как-то меня в комментах там просили. Вау, ты спишь, говоришь про какого-то Диму, будто мы знаем. Слушайте, вы мои, если смотрите мои видео, хотя сказать, вы мои фанаты, какие-то есть фанаты, наверное, все-таки надеюсь. Хотя мне как-то фиолетово. В общем, вы смотрите мои видео, я вам интересно. Гуглите, мониторьте, блин, ну, нафиги на меня на мониторе. Кстати, вчера тоже был год теме. В моей теме, и меня, на сайте насекомых, они что-то так вымерли. А я так ждала какого-нибудь высера в мой адрес. Люди, насекомые, если вы меня вдруг смотрите, вы меня разочаровываете. Ну, как так-то, блин? Короче, классическая такая образа из какой-нибудь манги. Я купила эту березкую пастилу такими треугольничками. Честно, она мне не понравилась. Знаете, сушеные яблоки. Состав там, конечно, шикарный был. Такой натуральный, супер состав. Что-то она по скидке была. Там 100 грамм было, два кусочка по 50 грамм. Треугольнички такие. В Дикси я в солнечном брала, 104 шерюля, она мне тогда обошлась. Вот сушеные яблоки с сушеными яблоками. Такое ощущение, что сушеные яблоки разложили, куда-то спрессовали, пастила. Такая обычная квадратиками с грушей она была. Ну, пахнет грушей по вкусу. Груша в состав тоже типа натуральный. Пастила, вот пастила. Или я не фанат пастилы, или она мне что-то как-то это. Не знаю. Вот тут я не могу ее перевернуть, но я постараюсь перевернуть. Потому что у меня сейчас тут скорлупа яичная. Раньше я скорлупу яичную поставляла своей тогдашней подружке Женьки, потому что у них дома курица. Ну, у них частный дом, они куриц держат. И просили, я им привозила скорлупу последний раз. У меня же скорлупы накопилось еще тогда дофига, но Женя как-то мне все отнекивала. Ну, я думаю, вы в курсе, что мы с Женей больше не общаемся. Можно сказать, что сошлись в интересах. Я там где-то говорила об этом. Ну, благословить Женю тоже рау. Пусти там все по ее заслугам. Хорошего или плохого. И, короче, у меня такой пакетик был из скорлупы. Моя родня говорит, не выкидывай, никому не отдавай, и это в сад. Типа это удобрение. У меня еще кто-то там одна клашка говорил, что это удобрение. Короче, в общем, у меня тут органическое удобрение. Первые это вот бережки тогда у нас продают и вот только в единственном магазине. Ну, не знаю, может, еще где-то есть этот филиал магазин раньше солнечного был сейчас на Ростовской. Есть там, где, знаешь, меня смотрят какой-то человек из Углича. Привет, человек из Углича. Если ты выеденешь нам количество, то привет тебе одного. Если у тебя чуть больше одного, то привет вам чуть больше одного. В общем, есть такой у нас магазин Афанасина Ростовская и там продается березки мармелад, я сказала, но мармелад я пока не видела, сколько же было. Нечас там бывает. Специально туда езжу, но не видела. Потом березки зефиры, березки пастила. Вот березки зефир, который я там первый купила, это клубника со сливками. Там тогда еще был мятный, но еще так подумала о мятный. Да, мятный я в чай мяту сейчас долбаю и нормально мне. В общем, клубника со сливками белородовой. Вот такой вот. И вот он внезапно мне понравился. Очень понравилось. Тут состав, короче, яблочное пюре, поведло-явлочное, сахарная пуза, пектин яблочный, бирок, яичная, кислота лимонная, натуральный сок клубники, сухие сливки. Живет оно три месяца. Стоит оно 117 рублей. 250 грамм. Но он такой, не поверьте, вот мне одной штучки хватало, вот я с чашкой чая выпью и все. Видимо, этот мне понравился больше всех. Дальше, тут даже состав слегка получше, чем следующий. Дальше был вот такой. Это у нас белевский зефир, вишня, то же самое яблочное пюре, поведло, патока и йогуртовая пудра. Я ее загуглила даже в телефоне с этой с гуголь-хрома. Потом уже в компе смотрела и отзывы читала и даже отдых рекомендую. Сто лет там не была, забросила уже это свой каунт. Ничего мне там не капает, и я ничего не пришел. Короче, там какой-то белевский зефир тоже, так сказать, отзывались о нем. Ну и не очень так видать человеком он понравился. Именно по йогуртовой пудре прошлись и по молочной кислоте. Фик с ним с этой молочной кислотой, но йогуртовая пудра. Я почитала, что в ее составе. Я там типа вроде как это разработали, все такое натуральное, ну нахрена она вообще тут. Пептин яблочный, белок яичный, кислота это молочная и натуральный сок вишни. В общем, он был ну такой ближе, наверное, все-таки действительно к белому цвету. Вишни там оно не очень отдавало, но вот знаете вот в предыдущем видео, если вы вдруг его смотрели, надеюсь, оно вообще раньше выйдет на канал, хоть сейчас оно еще в обработке на комке, пока я вам тут снимаю, записываю, в общем, соль для вам мне на новый год подарила моя подружка Ирка и вот там он ароматизирован на чем-то непонятном, пахнет точно так же. Он по вкусу был как по запаху вот какая-то такая слишком химическая вишня. Я не знаю, может, конечно, там этот сок действительно есть натуральный, он так разбодерживался, может, они туда косточку еще вишневу подавили. Нет, на безрыбье и рак рыба я его слопала за три захода. Сначала мне он дико не понравился, а потом мне заметила, как сожрают. Тоже он три месяца хранится и тоже 117. Ну, они там все его пастила и зефира, но по 118 рублей 250 грамм. Короче, я лучше какой-нибудь в следующий раз наразвез возьму. В том же атрусе, главное посмотреть, чтобы он срок был не перебитый, не перепечатанный. И последние остатки был и роскошь у меня одна осталась. Знаете, я когда брала этот шоколадный, я думала, что он все-таки будет, ну, ближе к какао как-то по свету. Хоть на упаковке и был белый, но я думаю, ну, может, это у них везде этот зефир белый. Как-то так. Шоколадная фантазия. Вот это вообще блеск свет сверх, не знаю, мург, пырг, жуткие звуки из мангин. Еще более жуткие, чем те, которые в том СМР, которые я пыталась специально для этих любителей записать. А они нет, не восприняли мои потуги, хотя я специально просмотрела, я прослушала. Ну, видать, не все звуки рта из моих звуков рта нравятся людям. Либо у каждого свои любимые звуки рта, благословит их этот самый оралу. В общем, тут яблочное пюре, повидло яблочное, хотя, знаете, мне кажется, яблочное пюре, яблочное повидло, это практически одно и то же. Так, патока, йогуртовая пудра на штукатуре морду лица, пептин яблочный, белок яичный, кислота молочная, натуральный, горький и молочный шоколад. Вот это я вообще не поняла. Ну, если бы они в скобочках написали ароматизатор, натуральный, горький и молочный шоколад, потому что горький шоколад, ну, сами понимаете, там натуральный, горький шоколад, там все равно что-то есть, помимо какао. То же самое молоко, вода, сахара или еще что-то. В молочном шоколаде то же самое. В общем, что это, я не знаю. В английском я Диме тогда скидывала, он еще поопигевал, типа, что тебе не нравится, есть какие-то ошибки. Ну, вот в английском варианте я, конечно, может, могу ошибаться. Белые яйца, я все хотела заговорить, как это на английском, но белок. Я не знаю. Да, вот этого я не знаю. Можете плеваться в меня, вкидаться в меня и плеваться тапками, но не забудьте, что-то ваш монитор или телефон. В общем, натуральное масло и молочный шоколад. Что за натуральное масло вообще непонятно. Тиже 117 рублей 250 грамм. В общем, по вкусу, вы знаете, когда-то в Арифлэйме может быть, если вы пользовались Арифлэймом, кто-нибудь из вас там, я понимаю, что пользовались люди большинство там, это да, вот эти подписчики, мои зрители. Суть такая, что в каком-то году Арифлэйм был такой гель-далюш с шоколадом. И вот был там такой отдушка, ароматизатор, краситель, не знаю, он так как-то специфический пах. Иногда вот шоколад там еще какой-нибудь гель-далюш вот этих сетевых, тоже вот в каталожных там сетевых марках бывает где-то вот такой ароматизатор шоколад. Он настолько не шоколад. Я не знаю, насколько шо это. Я даже в конфетах самых парашных не встречала такой шоколад. В общем, по вкусу это что-то такое. Это не шоколад. У меня одна тут осталась для исходности. По запаху не особо чуется. По цвету вот она вот такая вот. Какая-то. Она даже отличается. Вот видать это из-за этой дурацкой йогуртовой пудры она отличается по качеству даже по виду вот от этого. Зефирчика. В общем, если я вдруг увижу с клубничкой, то я себе куплю с клубничкой. И вам советую. Не берите ни шоколад, ни вишню. Какое-то я не знаю. Но если только на какого-нибудь гостя, которого вы не очень любите. Вот, знаешь, пришел к вам какой-нибудь человек, я ведь сказала, знаешь, знаешь, ты, пришел к тебе какой-нибудь гость. Дурные советы, плохие советы, вредные советы от Юрии. Пришел к тебе какой-нибудь гость, а ты его так видеть не хочешь. А ты его всячески пытаешься до этого слить и так еще. Ну, бывает, такие люди прибрутся, хрен знает их. Нет, ты их дверь, а не в окно, да? Ну, ты его специально пуешь чаем и достаешь вот этот зефир. Ну, а вдруг ему понравится. Хотя, если понравится, он от вас тогда не уйдет. Ну, короче, решать вам. А вот такой у меня обзор пустых и не очень баночек-коробочек с Джерат Уин, если вы досмотрели до конца и потом пойдете искать у себя вот такой зефирчик, покупать вот такой чайчик и пить их вместе и есть, то я очень рада, я не зря тут трендыщала на камеру. Ну, да, еще я сегодня обещала тот самый видос, если вы не любите АСМР, то, пожалуйста, не смотрите его. Хотя, если вы, я вообще вам говорю, что в этом АСМРе, в мне после этого АСМР отпишется от меня куча людей и будет много жалче в камен, так? Мы с одной девочкой, тоже ютуб-блогер, не буду говорить, потому что фиг знает, у меня на канале там много всяких гадостей пишут, периодически, ну, они у всех пишутся, но все равно они не хотят человеку негатива посылать. И так, когда он хватает жизни, обсудили эту тему, видео, которое будет, я его второй раз уже рекламную, да, это сплэррюлю, я когда, блин, все время это слово не могу произнести, именно спойлерю, я даже отчипятываюсь всегда на нем, короче, это трейлер такой, заранее так, рекламку даю, мы, я месяц планировала записать видео, хотела тут дня рождения, решила после дня рождения дать некоторым людям шанс, ну, они шанс выпустили, короче говоря, в общем, не смотрите, если вы не любите СМР, следующее видео. Всем спасибо, всем пока!